добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о послушании подотчетности врагам еще один аспект пользы врагов нашей жизни я бы назвал это прозрением каждый человек особенно мужчина особенно в определенные периоды периода успеха когда у нас все хорошо когда мы на коне когда у нас особо нет проблем или мы можем достаточно легко с этими проблемами справляться в эти периоды мы больше всего подвержены самообман мы идеализируем себя идеализируем свои проступки мы идеализируем свои решения и поскольку мы на коне мы в гуще событий мы окружены друзьями но все хорошо и вот здесь друг вот ты скачешь на этом коне у тебя все хорошо ты машешь этой шашкой ветер развивает твои волосы если они у тебя есть и вдруг тебе прилетает копье прямо тебе в лоб и ты падаешь с коня и так далее так далее вот этот тот самый момент прозрения когда ты понимаешь что ты не все контролируешь не все вокруг происходит потому что ты в центре событий и что вообще по сути не в центре событий и что друзья твои как скакали так и продолжают скакать и и только может быть один кто-то остановится что подняться тебе помочь враги их удары их атаки это такое мощное сильное средство для прозрения чтобы мы увидели что нас окружает в чем в какой атмосфере мы на самом деле находимся и вообще на каком свете реальные дела в нашем бизнесе в нашем духовной жизни в наших других взаимоотношениях и так враги это мощное средство прозрения потому что если мы с вами не увидим где мы находимся на самом деле будем продолжать обманывать себя то можно так очень далеко зайти а